Linux – ядро операционной системы, соответствующей стандартам POSIX. Разработка была начата финским студентом Линусом Тарвальсом в 1991 году. В основном код написан на CIS с некоторыми расширениями GEC на ассемблере. Распространяется как свободное программное обеспечение на условиях GNU General Public License, кроме несвободных элементов, особенно драйверов, которые используют прошивки, распространяемые под различными лицензиями. Торговая марка Linux зарегистрирована на Линуса Тарвальдса. Операционные системы на базе Linux являются лидерами на рынках суперкомпьютеров, микрокомпьютеров, серверов и смартфонов. История начала проекта была положена в 1991 году с публикацией сообщения в новостной группе у CENIT.COMPOS. Minix следующего содержания. К тому времени GNU уже создал множество составляющих для свободной операционной системы, но ее ядро GNU Heard еще не было готово, поэтому пустующее место ядра для свободного занял Linux и, несмотря на ограниченную функциональность ранних версий, привлек к себе множество разработчиков и пользователей. Linux, разработка которого была начата Тарвальдсом, лишь небольшая часть многих из использующих его систем, которые обычно тоже называют Linux. Это иногда приводит к путанице, и те из них, которые используют системные библиотеки и другие программы проекта GNU, называют также GNU Linux. В различных комбинациях свободных компонентов в операционных системах SM операционные системы на основе свободного ПА. По состоянию на апрель 2011 года семейство операционных систем на базе ядра Linux третье по популярности в мире на рынке настольных компьютеров 5.1% На рынке веб-серверов доля Linux порядка 32%. Остальное – Unix системы. По данным ТОП-500 GNU, Linux используется в качестве операционной системы на 99,4% самых мощных суперкомпьютеров планеты. Большинство мобильных устройств, таких как смартфоны и планшетные компьютеры на базе у Синдроида Мева, а также телевизоры и многие служебные устройства, такие, как внешние сетевые жесткие диски, маршрутизаторы и модемы, также используют операционные системы на базе ядра Linux. Про аналогии апрель 1991 21-летний Линус Торвальц начал работу над некоторыми механизмами операционной системы. Он начал с эмулятора терминала и планировщика задач. 25 августа 1991 года Линус поместил следующее сообщение 17 сентября 1991 года Linux версии 0.01 5 октября 1991 года Linux версии 0.02 Декабрь 1991 Linux версии 0.11 Это была первая версия Linux, на которой можно было собрать Linux из-за сходных кодов. 19 января 1992 года Первое сообщение в группе новостей Alt OS Linux 31 марта 1992 года Создана группа новостей комп OS Linux Апрель 1992 Linux версии 0.96 На котором стало возможно запустить графический сервер X-Window систем. Весь 1993 Начало 1994 15 тестовых релизов версии 0.99 Астериск 14 марта 1994 года Linux версии 1.0.0 Март 1995 Linux версии 1.2.0 9 мая 1996 года Выбран символ Linux Пингвин такс 9 июня 1996 года Linux версии 2.0.0 25 января 1999 года Linux версии 2.0.0 Изначально довольно недоработанный 4 января 2001 года Linux версии 2.0.0 18 декабря 2003 года Linux версии 2.0.0 23 марта 2009 года Linux версии 2.0.0 Июня 29 года Временный символ Linux Тасманский дьявол Туз 22 июля 2011 года Релиз Linux 3.0 24 октября 2011 года Релиз Linux 3.1 15 января 2012 года Релиз Linux 3.3 преодолел отметку в 15 миллионов струк кода 23 февраля 2015 года Первый релиз кандидат Linux 4.0 Версии Торвальдс продолжает выпускать новые версии ядра Объединяя изменения, вносимые другими программистами и внося свои Оно обычно называется ванильным, то есть официальное ядро без каких-либо сторонних изменений В дополнение к официальным версиям ядра существуют альтернативные ветки, которые могут быть взяты из различных источников Как правило, разработчики дистрибутивов Linux поддерживают свои собственные версии ядра Например, включая в них драйверы устройств, которые еще не включены в официальную версию С 30 мая 2011 года изменена политика нумерации версии ядра Номер версии ядра Linux до 30 мая 2011 года содержал 4 числа, согласно недавнему изменению в политике именования версий Схема которой долгое время была основана на трех числах Для иллюстрации допустим, что номер версии составлен таким образом ABC число А обозначает версию ядра Оно изменяется редко и только тогда, когда вносятся значительные изменения в код и концепцию ядра Оно изменялось три раза в истории ядра В 1994 В 1996 31 мая 2011 года Число Б обозначает старшую версию ревизии ядра Четные числа обозначают стабильные ревизии, то есть те, которые предназначены для промышленного использования, такие, как 1, 2, 2, 4 или 2, 6 Нечетные числа обозначают ревизии для разработчиков, такие, как 1, 1 или 2, 5 Они предназначены для того, чтобы тестировать новые улучшения и драйвера до тех пор, пока они не станут достаточно стабильными для того, чтобы включить их в стабильный выпуск Число Ц обозначает младшую версию ревизии ядра Старое трехчисловой схеме нумерации Оно изменялось тогда, когда в ядро включались заплатки, связанные с безопасностью исправления ошибок, новые улучшения или драйверы С новой политикой нумерации Однако оно изменяется только тогда, когда вносятся новые драйверы или улучшения Небольшие исправления поддерживаются числом Д Число Д впервые появилось после случая, когда в коде ядра версии 2.6.8 была обнаружена грубая, требующая незамедлительного исправления ошибка, связанная с НС Однако других изменений было недостаточно для того, чтобы это послужило причиной для выпуска новой младшей ревизии Поэтому была выпущена версия 2.6.8.1 с единственным изменением в виде исправления этой ошибки С ядра 2 июня 2011 года эта нумерация была адаптирована в качестве новой официальной политики версий Исправление ошибок из оплатки безопасности теперь обозначается с помощью 4 числа Тогда как большие изменения отражаются в увеличении младшей версии ревизии ядра 30 мая 2011 года Линус Торвальц выпустил ядро версии 3.0.1 Вместе с ним изменена политика нумерации версий ядра Отменено использование четных, нечетных номеров для обозначения стабильности ядра А третье число означает стабильность ядра Версия 3.0 практически не несет никаких изменений, кроме изменения политики нумерации ядра Таким образом, стабильные версии ядра 3.0 будут именоваться 3.0.x А следующий после этого релиз будет иметь номер 3.1 Поддержка В то время как Торвальц продолжает выпускать новые экспериментальные версии Руководство старыми стабильными версиями передается другим лицам Другими программистами ядра Линакс являются Роберт Луаф и Нго Малнар Стабильные версии версии 1.0 в марте 1994 поддерживала только однопроцессорные 386 машины Версии 1.2 в марте 1995 добавлена поддержка процессоров Alpha SPR-CM IPS Версия 2.0 в июне 1996 добавлена поддержка других процессоров, а также многопроцессорных систем Версия 2.2 в январе 1999 Версия 2.4 в январе 2001 добавлена поддержка iOS и Plug & Play процессоров PR-iOS C, шины USB и PC-карт Поддержка для процессоров Access Communications и TRX-CRIS и файловой системы интернезо были добавлены чуть позже Версия 2.6 от 17 декабря 2003 года Создано ответвление Мюк Линакс Добавлена поддержка для процессоров Hitachi серии H8300 NSV850 Процессоры для встроенных систем Motorola M6800 Новая архитектура доступа к памяти NUMA и поддержка NCR Voyager Технологии Intel HyperTrading IPA Добавлена поддержка файловой системы XFS Улучшена поддержка IPIC Увеличено максимальное количество пользователей групп с 65 тысячами до более 4 миллиардов Увеличено максимальное количество процессов с 32 тысяч до 1 миллиарда Увеличено максимальное количество типов устройств с 255 до 4095 и максимальное количество устройств каждого типа с 255 до более миллиона Из-за проблем с распределением номеров под типы устройства введен системный сервис UTF Улучшена поддержка 64-битных систем и файловых систем размером более 16 TBI Краткая T Уменьшено время реакции для процессов реального времени Переписана реализация потоков с использованием NITI в POSIX Trade Library Улучшен загрузчик модулей Добавлена новая служебная файловая система SIS Интеграция UserMod Linux и DR версия 3.0 Версия 3.1 Версия 3.2 Используется в Ubuntu 12.0.4 LTS и Debian 7 Easy Помимо исправления ошибок предполагается впервые вносить некоторые оптимизации кода влияющие на производительность В ядро с длительным циклом поддержки Версия 3.3 Версия 3.4 Версия 3.5 Используется в Ubuntu 12.10 Версия 3.6 Версия 3.7 Версия 3.8 Прекращена поддержка процессоров и 386 Используется в Ubuntu 13.04 Версия 3.9 Версия 3.10 Нововведение Можно запретить выполнять скрипты как программы Функциональность запуска скриптов, содержащих путь к интерпретатору в заголовке Решетка Теперь может быть собрана в виде модуля ядра Интегрирована разработанная и используемая в Google систему Ocash Ocash позволяет организовать кэширование доступа к медленным жестким дискам на быстрых SSD накопителях Кэширование при этом ведется на уровне блочного устройства и это позволяет ускорить доступ к накопителю Причем независимо от используемых файловых систем на устройстве Ядро можно собирать компилятором кланк благодаря подготовленным проектам ULM Linux патчам Появилась динамическая система управления генерацией прерываний таймером Теперь можно в зависимости от текущего состояния изменять прерывания в диапазоне от 1000 тиков в секунду до 1 прерывания в секунду Это позволяет сводить к минимуму нагрузку на CPU при обработке прерываний в случае неактивности системы Сейчас эта функция используется для систем реального времени HPC Но в следующих выпусках ядра будет задействованы и для десктоп-систем тоже Появилась возможность генерации события с уведомлением приложения о приближении к ищерпанию и доступной процессу системе памяти Для команды PR стало доступно профилирование доступа к памяти Появился новый драйвер Sync Он был разработан в рамках платформы Android и используется для синхронизации между другими драйверами Появился драйвер для виртуальных видеоадаптеров Microsoft Hyper-V Теперь поддерживаются новые средства управления питанием, которые появились в процессорах AMD семейства 16H Поддержка ускорения декодирования видео с использованием аппаратного декодера UVD, встроенного в современные GPU AMD Была добавлена в DRM-модуль Radeon Добавлена поддержка протокола RDMA под систему ISKSI Выполнение криптографических функций оптимизировано с использованием инструкций AVX и AVX2SSI Был интегрирован драйвер виртуальной графической карты QXL Версия 3, 11 Версия 3, 12 Версия 3, 13 Версия 3, 14 Версия 3, 15 Версия 3, 16 Версия 3, 17 Версия 3, 18 Версия 3, 19 Версия 4, 0 Изменения касаются в основном исправлений драйверов Обновлений для архитектур на iOS 2 и x86 Некоторые нововведения Установка обновлений ядра без необходимости перезагрузки Улучшения для платформы Intel Skylake Поддержка Intel Quark Sock Различные улучшения для работы Linux на PlayStation 3 Поддержка драйвером Topin Source AMD Radeon Функции DisplayPort Audio Различные улучшения в драйверах HID Включали Lenovo Compact Keyboards Vacuum Cintiq 27QHD В драйвера управления питания Toshiba Подобавлены настройки USB Sleep Charge Functionality Rapid Charge Sleep W Music HDR Улучшения работы с файловой системой Включая F2S, BetterFace и DR Версия 4.1 Версия 4.2 Архитектура Ядро Linux поддерживает многозадачность Виртуальную память Динамические библиотеки Отложенную загрузку Производительную систему управления памятью Многие сетевые протоколы На сегодняшний день Linux Монолитное ядро с поддержкой загружаемых модулей Драйверы устройств и расширения ядра Обычно запускаются в нулевом кольце защиты С полным доступом к оборудованию В отличие от обычных монолитных ядер Драйверы устройств легко собираются в виде модулей И загружаются или выгружаются во время работы системы То, что архитектура Linux не является микроядерной Вызвало обширнейшее прение между Линусом Тарвальцем и Эндрютаном Баумом В конференции Комп ОСМИНИКС в 1992 году Совместимость Незадуманное изначально как многоплатформенное ядро Linux на данное время перенесен на очень широкий круг архитектур Запускается на широком спектре оборудований От эпогдай БМС-390 Система на основе Linux используется в качестве основных почти на всех суперкомпьютерах В том числе и на самых мощных К-компьютер Изначально Linux разрабатывался для 32-битных x86 совместимых ПК На сегодняшний день различные версии ядра Linux запускаются на следующих Процессорных архитектурах ARM, Accorn, Archimitz, A5000, RISC-Pack, Strongarm, Intel XS, Scale и тому подобных Access Communications, C-RAS, DC-Alpha, HPP-RAS, C, Hitachi, Super, H8300, IBM System, 390, IBM Zeris, Mainframe, Intel 80386 и выше, IBM PC и совместимые с процессорами 80386, 80486 А также AMD, Sirix, TI и IBM варианты Серия Pentium Core, Core 2DAO в 32 и 64-битных версиях AMD AN5 на 86, K5, K6, Athlon, Duron AMD 64, 64-битная технология AMD Sirix 5 на 86, 6 на 86, 6 на 86, 6 на 86 И последующие процессоры Поддержка Intel 8086, 8088, 80186, 80188 и 80286 Процессоров находятся в разработке Microsoft Xbox, Intel i-64, MIPS, Silicon Graphics, Ink, Cobalt Cube, Cobalt Track, Sony, Toshiba, IBM и Motion Engine и SEAL Используемые в PlayStation 2 и PlayStation 3 соответственно Dextation и некоторые другие Motorola 68020 и выше, более новые Amigo A1200, A2500, A3000, A4000, Apple Macintosh 2, LC, Quadro, Sintris и ранняя серия Performa, рабочая станция, Sun Microsystem серии 3, NSV850E, Renaissance M32R, PowerP, IBM, POWER, все новые Компьютеры, Apple, Lona, PCI, PowerMac, разработанные Power Computing, UMA, ExoMotorola, IBM RS6000, IZRIS и SRIS системы, Pegasus и две системы Некоторые встроенные системы PowerP, Qualcomm, Hihagon, SPRC, UltraSpark, Sun 4, Siles, SparkStation, SparkZerver, UltraBlade и Fire Серии рабочих станций и серверов Лицензия Linux распространяется на условиях лицензии GNU General Public License, то есть свободно Эту лицензию выбрал Linus Torvalds практически сразу после того, как стало понятно, что его хобби начало получать распространение по всему миру Владельцем торговой марки Linux является Linux, а помогает следить за соблюдением его прав и условий GPL фонд свободного программного обеспечения Символ Официальным символом Linux является пингвин по имени Tax, отличающийся от обычных пингвинов желтым цветом клюва и лап В качестве символа версии ядра 2 июня 29 года принят тасманский дьявол Туз, изображение которого ранее служило талисманом конференции Linux Конов, а 2009 на этой конференции Linus Torvalds провел успешную акцию по благотворительной продаже игрушек Linux Tasmania and Devil за сохранение Популяции тасманского дьявола В версии 2 июня 30 года используется прежний логотип Оценка стоимости разработки с нуля Стоимость переразработки ядра Linux версии 2.6 Стоимость нулем способами, принятыми для разработки проприетарного ПА, была оценена в 612 миллионов долларов США в ценах 2004 года с использованием модели оценки человека месяцев Кокома В 2006 году исследование, профинансированное Евросоюзом, подняло стоимость разработки ядра Linux до уровня 882 миллионов евро Эта тема была снова поднята в октябре 2008 года Аманда Макферсон, Брайаном Профитом и Роном Хейлевансом Используя методологию Дэвидая, Виллера, они оценили разработку ядра 2 июня 2025 года в 1,3 миллиарда долларов США Также Гарсия Гарсия и Алонсо Дэ Магдалина из Университета Вьеда оценили ежегодный прирост стоимости ядра приблизительно в 100 миллионов евро с 2005 по 2007 год и 225 миллионов евро В 2008 году совокупная стоимость разработки в Евросоюзе в 2009 году оценена в более чем 1 миллиард евро Субтитры создавал DimaTorzok